Омар Ромай Омар Ромай Омар Ромай В фильме также снималась Виргиния Лаго Художник-постановщик Рубен Греко Музыка Серхио Вильяра и Марсела Альвареса Музыка Серхио Вильяра и Марсела Альвареса Режиссер Форхе Монтерро Скорее всего они ушли через окно, как вы и сказали Стоит, наверное, поискать их на улице Что-нибудь нужно еще? Нет, нет Он ушел, можно выходить Нам надо поговорить, сынок Это срочно У меня мало времени Что-нибудь случилось? Хочу поговорить с тобой Об отце Сдавать он стал С тех пор, как ушел из армии Я ему сказала, что за покупками пойду А сама пошла к тебе Не надо Чтобы он об этом знал Хорошо бы нам сегодня поужинать вместе, сынок Устроить ему сюрприз Может быть, ты сможешь Побыть с нами Я все понимаю, мама Но сегодня не могу Надо выполнить важное поручение Может, найдется, кто тебя заменит? Да сам Энрике такого бы не позволил Ну, что ты? Да пойми же, мама Я армейский офицер Сегодня не могу Завтра, пожалуйста Могу хоть весь день с вами просидеть Не надо, Августа Что с вами, мама? Дело Не только В этом Я должна тебе рассказать Пора Больше медлить нельзя Будь осторожен Вперед Представление удалось А вы, как всегда, были великолепны Что это вы делаете? Хотел слонов покормить А у них вдруг аппетит пропал Значит, поменьше им давать надо Росо? Росо? Что с тобой? Да нет Ничего Я Направляюсь в свой фургончик Но он С другой стороны Ты начал За мной следить? Ну что Ты просто увидел тебя И подумал Не то подумал Оставь меня в покое Ради Бога Катриэль Милагрос Вы, как всегда, великолепны Но вот ваши глаза Мне не нравятся Не надо грустить Это пройдет Если вы действительно Хотите мне помочь То оставайтесь сегодня Поужинать с нами В другой день Сегодня не могу Благодарю вас От всего сердца Меня уже заждалась мама Хорошо До свидания До свидания Редактор субтитров Ну говорите же, мама Что ходить вокруг До окол У меня мало времени Я Как? Вы еще здесь? Господин генерал Позвольте представить вам Это моя мама А это генерал Арангурин Начальник гарнизона Санта-Мария Ваш сын Много мне о вас рассказывал Очень рад С вами познакомиться Я тоже рада Господин генерал Прошу извинить меня Долг зовет Не сочтите за дерзость Но маму Надо бы проводить В гостиницу Дайте, пожалуйста Указания Но прежде мы с ней Немного поговорим Но Августа Увидимся завтра, мама Не волнуйся Мы поговорим У вас образцовый сын Эту встречу надо как-то отметить Пройдемте в мой кабинет Кстати, ваш супруг не приехал с вами Я вам премного благодарна Но мне пора идти Уже поздно Меня ждет муж Он не обидится Узнав, что мы с вами Отметили нашу встречу Пожалуйста, прошу Вы очень нелюбезны Но все же Я искренне Сожалею Что вашего супруга Сейчас нет с нами Как у него здоровье? Слышал, что легкие Не очень Уже лучше После того, как он ушел из армии Больше отдыхает И поправляется Его отставка Нас всех очень подкосила Только он мог сделать то Что было сделано на границе Не без вашей помощи, конечно Вы женщина мужественная Спасибо, господин генерал Вы уже уходите? Мне пора Мы с мужем Зайдем к вам до отъезда Обязательно Тогда позвольте несколько слов О вашем сыне Господин генерал Мне просто хотелось бы отметить Что вы вырастили Прекрасного молодого человека Которым гордится Славная армия губернатора Прибыл господин офицер Струйца Солдаты Родина призвала вас К выполнению важного и трудного задания По защите принципов и идеалов Ночь будет длинной И ошибок не должно быть Все ясно? Ясно, господин офицер Хорошо Вольно Разойтись по своим местам Пабло, долго еще? Сверсту не больше Это если по прямой Если опять солдат не встретим Тогда вперед А то опоздаем Вперед Теперь действительно пора, господин генерал Благодарю вас за любезность И за ваши слова Я прикажу проводить вас Но при условии Что вы примете мое приглашение От ужинать со мной у меня дома Вместе со своим супругом Приглашение принято Значит, ни слова больше Приглашение я вам передам через сына Мне очень приятно познакомиться С такой прекрасной женщиной Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова КОНЕЦ КОНЕЦ Стой, кто идёт? Энрике Стой, кому сказал, не двигаться Ради боли, сеньор, я просто старуха Я ни в чём не виновата Я старая и больная Прошу вас, прошу вас, помогите Сеньор, пожалуйста Оставайтесь на месте Зачем вы сюда пришли? Я здесь случайно Ищу своего сына Я одинока, больна Ни денег нет, ни еды Мне бы немножко хлебушка И водички И отдохнуть Устали эти старые гости А где ваш сын? В Санта-Марии Жальтесь над старухой, солдатик Дайте поесть и отдохнуть, пожалуйста Долг был мой путь Ни единой крошки во рту не было Умоляю Я бы помог вам Но сегодня сюда гражданским лицам нельзя Извините, бабушка Но вам придётся следовать своим путём Успокойтесь Ну нельзя же так, успокойтесь Я дальше идти не могу Устала Я умираю с голода По дороге и умру, наверное Лучше жальтесь надо мной Нажмите на курок и покончите раз и навсегда Я с этой никому не нужной старухой Бабушка 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 Вы меня не помните Я приходила сюда сегодня утром со своим мужем Он наш племянник В редакции его сейчас нет Уехал по заданию И ещё не вернулся Нет, я же сказал вам Что с вами? Вам помочь? Не надо, спасибо Сеньора 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 Откликнитесь, сеньора Вам лучше? Чуть лучше Лучше Ну хорошо Отдохните немножко А я Доложу начальнику Я сейчас приду Какие новости, Капрал? Экипаж губернатора пока не прибыл Не мешало бы прочесать окрестности Враги могут устроить засаду Я это предвидел И будь так добр Выполняй приказы А всем остальным займусь ясно Извините За беспокойство Возвращайтесь на своё место И забудь о том, что учил Аугусто Монтилео Как ему выполнять свой долг А ты ещё? Чего здесь ждёшь? На место, которое тебе положено А не то будешь наказан Наконец-то Пабло Пабло Что случилось? Пабло Пусть вам лучше об этом расскажет друг Меня зовут Энрике Мунис Я Изоро Юсекко Друг Рамона Мартинеса Это ловушка Губернатор не приедет Они знают о ваших планах Устроили засаду, чтобы уничтожить вас Проклятие Чёрт знает что Хорошо, что мы успели Но в ловушку может попасть мисс Паркер Надо спасти её Поздно, Пабло Я сам видел, как она туда входила Сеньора, ешьте Но побыстрее Если начальство увидит То мне не сдобровать Пожалуйста, поскорее Договорились? Спасибо, сынок Господь тебя отблагодарит Спасибо Надо сделать всё, чтобы спасти её Но всем рисковать нельзя Это надо сделать Ведь речь идёт о жизни женщины Не надо сейчас говорить о родине Да поймите вы меня Все мы восхищаемся этой женщиной Я её прекрасно знаю, высоко ценю Но я не могу жертвовать всеми ради одной жизни Жизнь женщин Она такой же борец, как мы все Господа Всю свою жизнь я прослужил в армии Против которой сейчас воюю Я знаю, что такое пожертвовать одной жизнью И знаю Как себя чувствуешь, когда не удаётся спасти её Но нельзя опускать руки Без выходных положений не бывает Пусть там мужчины Готовы умереть за правое дело Они знают, что такое честь Знают ей цену Но с другой стороны Там женщина, которая Скоро умрёт Извините меня, доктор Но мы будем жалкими трусами Если смиримся с положением И побежим Как зайцы Что вы тогда предлагаете? Действовать Согласно плану, выработанному ранее С одной лишь разницей Мы должны не губернатора Заложником брать А освобождать женщину Я не опоздал? План провалился Они устроили ловушку Какую ловушку? Не время объяснять Сейчас пытаемся спасти жизнь Мисс Парки Она полезла в самое пекло Сюда кто-то едет Какой-то индейец Вам лучше, сеньора? Да, сынок Тогда я вам советую Уходить отсюда поскорее Здесь может быть заваруха А не то вам придётся Молиться тут за наши души Может быть, очень горячее дело Извините Господи Зачем ты сотворил такое с нами? Мы с Энрике Моим супругом Человеком прекраснейшим Всю жизнь боролись Против зла Против зла И несправедливости Мы научили своего сына Что такое честь И данное слово Воспитали его так Чтобы он жил ради идеалов Он так и живёт Но живёт в заблуждении Не знаю, что его обманывают Он и сам не знает Что стал нашим врагом Не стреляйте Это я, Катриэль Руки вверх И живо с коня Этот индейец Работает вместе со мной Не волнуйтесь, Энрике Он свой человек Я его знаю И мисс Паркер его знает А что вы здесь делаете? Хотел разобраться В том, что происходит С некоторых пор Россо стал таким странным Я подумал, что цирк В опасности Сейчас не время Для объяснений Мисс Паркер там В доме Надо освободить её Мисс Паркер? Да Она сейчас в жерле вулкана Которая начинает извергаться Возвращайтесь, откуда пришли Я этой женщине Очень многим обязан И мог бы помочь ей Писателям здесь делать нечем Ошибаетесь, Пабло Жизнь этой женщины Для меня дороже собственной Отсюда я не уйду Так что вам придётся считаться С чувствами какого-то индейца Мария Как я рад вас видеть Всего минуту назад Ушла моя сестра Она всегда спрашивает Никогда не забывает О женщинах Алассабль Ваша сестра женщина Учтивая Она постоянно говорит мне Что этот город должен называться Санта-Мария Алассабль-де-Линч По её мнению Единственной святой Здесь являетесь вы Спасибо, Падре Вы, доктор Будете ждать нас в экипаже Неподалёку от дома А вы, Росо Взорвёте петарду Чтобы привлечь внимание Но на это уйдёт время Это учтено А Пабло С нашими людьми Прикроет нас Плотным огнём Так ты решил Идти с нами? Конечно Хорошо Прикройся хотя бы этим А то потом тебя узнают Подождите минутку Я сейчас вернусь Не беспокойтесь, Падре Я пришла просто помолиться Хорошо Хорошо Что с вами, сеньора? Вам не хорошо? Голова закружилась, пройдет. Может позвать врача? Нет, спасибо. Мне уже лучше. Присядьте. Проходит? Отдохните. Когда мы с Катриэлем приблизимся к главному входу, вы должны быть неподалеку. Могут быть раненые, экипаж должен быть наготове. Все согласны? Я согласен. Хорошо. Потом встречаемся в овраге, где ивы. Надо спешить. Солнце уже садится. Удачи. Дай бог успеть. Куда она подевалась? Кто? Старуха. Не знаю, я во дворе стоял. А где же она? Надо осмотреть дом. Эта старая ведьма меня обманула. КОНЕЦ Разрешите доложить Раньше сгорел и ворота открыты Но они даже не пытались сюда войти Стреляют вокруг Пытаются обмануть Подождем Выманим их на встречный бой Вот эта женщина Не дайте ей уйти Сюда! Сюда! Стреляйте! Убийцы! Убийцы! Сюда! 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 А-а-а! Вперёд! Вперёд! Отходим! Отходим назад! Отходим! Вы должны спасти эту женщину! Элеонора! Мисс Паркер! Элеонора! Они ранили её! Поехали быстрее, Катриэль! Скорее! Надо сначала отсюда выбраться! Надо подождать остальных! Некогда ждать! Быстрее! Быстрее! Прекратить огонь! Прекратить огонь! Прекратить огонь! Убежали! Убежали! Убежали как крысы! Кто-то наверняка предупредил их, что устроили ловушку! Узнаю кто! С собственными руками за душу! Это старуха-индианка! Точно! Я это по лицу её сразу увидел! Ты хорошо её рассмотрел? Более или менее! Но я слышал её хорошо, когда она бежала! Она кричала, что она как сумасшедшая на языке дикарей, пока не получила пулю! Индианка, говоришь? Надо подождать остальных! Нужно поскорее отвезти мисс Паркер к врачу! Как только подъедут остальные! Вот и они! Мы уже вне опасности, мисс Паркер! Потерпите ещё немного! Потерпите! Катриэль! 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 Паркер! Катриэль! Катриэль! ПЕСНЯ Перевод Ласла Веллиса, директор Лариса Элкснис. Сериал озвучен студией Наследие по заказу общественного российского телевидения. ПЕСНЯ Somos la luz, somos el mar, somos verdes, somos amor que se enciende para volver a empezar. ПЕСНЯ Somos el sol, somos el viento y la brisa, somos como esa sonrisa que sale del corazón. ПЕСНЯ Somos la luz, somos el mar, somos verdes, somos amor que se enciende para volver a empezar.